В России слуги народа опять хотят вернуться к вопросу о запрете эксплуатации старых автомобилей. Вопрос эксплуатации старых автомобилей до сих пор не дает покоя российским властям. Я напомню, что в 2019 году Госдума уже поднимала такую инициативу. Они остановились на том, что нужно ввести определенный возраст, после которого транспортное средство запрещено будет эксплуатировать. Как обычно, это обосновывалось вредом для экологии. Якобы старый транспорт не соответствует требованиям безопасности и экологическим нормам. Не секрет, что главной целью этого законопроекта было стимулирование покупки новых транспортных средств. То есть, чтобы наши люди шли в автосалоны и покупали новые автомобили. Эта инициатива появилась в СМИ в 2019 году. Депутаты Госдумы уточнили, что в первую очередь речь идет о коммерческом транспорте, а не о легковых автомобилях физических лиц. Они говорили о том, что необходимо стимулировать обновление парков автобусов и грузовиков, так как на сегодняшний день возраст подобных парков в России велик. Чтобы ограничить эксплуатацию транспортных средств, предлагалось ввести различные меры. Первое. Скидки на покупку коммерческих транспортных средств. И второе. Это льготный лизинг и субсидии. В том же 2019 году в Госдуме эта тема сошла на нет и потихоньку забылась. Однако, в середине декабря 2021 года к ней вернулись. В Госдуме прошел правительственный час, на который был приглашен глава Минпромторга Денис Мантуров. Он выступал там с отчетом, докладывал о нынешнем состоянии промышленности, ситуации на производстве и тому подобное. После Мантурова выступил депутат от партии ЛДПР Андрей Луговой с вопросом о действующей ситуации по утилизации транспортных средств. В своем докладе он подчеркнул, что автопроизводители, которые производят транспортные средства на территории России, платят в бюджет так называемый утилизационный сбор и получают их обратно из бюджета в России в виде субсидий. При этом импортные производители, которые ввозят транспортные средства на территорию России, точно так же обязаны платить утилизационный сбор, а субсидий они никаких не получают. При этом деньги, которые поступают в Министерство финансов, никак не используются для реальной утилизации. То есть на сегодняшний день утилизация у нас проходит только на бумаге. Допустим, если человеку нужно утилизировать свое транспортное средство, он обращается в специальную организацию. И там ему выдают справку, что его транспортное средство утилизировано. По информации того же депутата, что практически 90% транспортных средств на утилизацию практически не доходят. Они либо перепродаются, либо поступают на авторазборы, то есть уходят на запчасти. И ни о какой массовой утилизации в России сейчас речь не идет. В связи с этим данные депутаты выступили с инициативой. Они предложили выдавать субсидии так называемым утилизаторам. То есть это компании, которые по факту должны заниматься данной деятельностью, а именно утилизировать вычетшие из строя транспортные средства. Денис Мантуров в конце выступления поддержал своего коллегу. И сказал, что процесс утилизации нужно вводить комплексно. При одновременном введении различных мер поддержки, которые бы стимулировали покупку новых автомобилей. Судя по всему, Денис Мантуров, вы не в курсе, что просто прийти в автосалон и купить новый автомобиль у обычного человека не получится. Возьмем, например, ту же Lada Vesta. Грубо говоря, она стоит 1800-1900. Но как только вы приходите в автосалон, вам сразу накручивают туда допов 1000 на 100 на 200. Если вы от них отказываетесь, вам просто говорят, что они не могут продать вам автомобиль без доп. услуг. То есть, как я понимаю, они бы были не против, если бы в течение 3 лет, максимум 5, пообновляли свои автопарки. То есть, человек купил машину, 5 лет на ней поездил максимум, сдал в утильсбор и купил новую. Вот лично я из моего окружения не знаю ни одного человека, который бы мог себе такое позволить. Купить машину, 3-5 лет поездить, утилизировать ее, сдать как металлолом и купить себе новую. Купить машину, 3-5 лет поездить, утилизировать ее, сдать как металлолом и купить себе новую.